приветствую на канале друзья с вами белогор 30 необъяснимых случаев которые допускают что мы живем в сумеречной зоне реальные истории от пользователей reddit которые испытали сбой в матрице с вами когда-нибудь случалось что-то что не поддавалось объяснению возможно вас посещало чувство что вы стали героем сумеречной зоны а может в вашей жизни были случаи в проводивость которых было сложно поверить даже самым близким друзьям не переживайте вы не одиноки на reddit даже есть специальное сообщество посвященное таким историям под названием сбой в матрице и кстати она очень популярна история номер один в общем это произошло на прошлой неделе поздно вечером мне позвонил мой сосед и спросил могу ли я помочь перенести наверх кровать для его мамы якобы она больна и ей плохо конечно же я бросился на помощь мы же в хороших отношениях я приехал к нему там был его друг священник который тоже решил помочь вместе мы сообразили как поднять матрас с кровати чтобы перетащить его наверх по лестнице мы закончили и вернулись обратно сосед попросил перенести еще и шкаф я не имел ничего против мы вытащили шкаф из его туристического трейлера и начали поднимать его по парадной лестнице дома в этот момент я умер на парадной лестнице из 11 ступенек я держал шкаф в самом низу примерно на шестой ступени когда сосед и его друг выронили шкаф него оторвалась ручка он свалился на меня а я упал спиной на тротуар я проснулся в своей столовой от телефонного звонка жена спросила не хочу ли я ответить это был мой сосед он спрашивал смогу ли я помочь перетащить наверх кровать для его мамы я пошел к нему снова встретился с его другом священник будто сделал это впервые я сказал что могу пар помочь перетащить кровать но не буду нести шкаф сосед спросил как ты узнал о шкафе тут я и рассказал им что кажется только что умер следующий час я провел за разговором со священником у него было слишком много вопросов мой сосед не верил пока я в подробностях не писал спальную наверху вплоть до металлического каркаса кровати и замысловатого изголовья прислоненного к стене а я никогда не бывал в той части дома священник спросил что я видел после смерти но ведь я же так и не умер по-настоящему я просто проснулся за обеденным столом получается во сне я пережил свою смерть а затем проснулся чтобы спасти себе жизнь история номер два однажды мы с мамой ехали по шоссе домой а рядом с нами на переулке стоял грузовик внезапно он свернул на нашу полосу к счастью мама смогла уехать с дороги до того как произошел удар но после я стал чувствовать себя очень странно вся правая сторона моего лица стала горячей и липкой я почувствовал вкус крови и очень резкий запах бензина потом у меня сильно заболели голова и правая рука я перестал чувствовать ноги как только боль начала усиливаться она резко прошла сменившись холодным жутким ознобом я рассказал об этом своей маме но она не смогла найти этому объяснение думаю я почувствовал боль в какой-то параллельной вселенной где маме не удалось избежать аварии история номер три это произошло лет 78 назад однажды ночью мы с мужем лежали в постели и смотрели телевизор краем глаза в дверях нашей спальни я заметила ребенка будучи уверенной что это наш единственный сын я похлопала мужу и сказала смотри-ка кажется конор хочет нас напугать муж повернулся и мы оба наблюдали за тем как ребенок вошел в нашу комнату не могу объяснить это был очень странный момент мы молча смотрели на сына не сразу сообразив что этот ребенок был чужим он неуклюжа проковырял к нашей кровати слегка запрокинув голову его кудри подпрыгивали подгузник шуршал при движении затем он опустил голову будто присев когда мы встали чтобы не потерять его из виду его и след простыл я взглянула на криса моего мужа и спросила мы только что видели привидение и почти сразу добавила хотя кто знает может быть у нас будет еще один малыш и он будет кудрявым потом мы рассмеялись ведь в то время даже не пытались завести еще одного ребенка разочарованные мы пошли навестить нашего сына который мирно и крепко спал в своей кроватке а через несколько месяцев оказалось что я беременна время летит слишком быстро нашему лиаму уже два года он неуклюже бродит по нашей спальне слегка приподняв голову его кудряшки весело подпрыгивают в воздухе тут меня будто окатило ледяной водой это был самый ребенок который приходил к нам в гости у меня нет никаких сомнений в этом вдобавок ко всему всякий раз когда лиам ночевал в другом месте например с моими родителями он являлся ко мне во сне например однажды он пришел и просто мне улыбался он был в маленькой красной рубашке а его волосы были коротко острижены хотя когда мы его оставляли они были длинными на следующий день я прошла забрать детей от мамы что я увидела ко мне пришел коротко стриженный лиам своей маленькой красной рубашки вот такой вот глюк в матрице один из многих но самый яркий думаю наш сын путешествует астрально так он виделся с нами еще до своего рождения я узнаю эти кудри где угодно тот факт что мой муж был свидетелем этого вместе со мной делает ситуацию еще более странной но не менее захватывающий история номер 4 я работаю в столярной компании однажды я доставлял груз на строительную площадку которая находилась примерно в часе езды от работы и каждый раз когда я выходил из здания я проиграл видео компиляции через наушники с момента начала видео прошло восемь минут я стоял на красном цвете в центре города с не очень приятным чувством дежавю видео начало буферизоваться я подумал что это странно с интернетом все было в порядке но я решил подождать индикатор стал зеленым и видео воспроизводилась ровно настолько чтобы произнести слова подождите снова буферизация я ничего не понял дорога была чистой тем не менее я решил прислушаться неспешно посмотрел налево затем направо а затем ниоткуда появился массивный автомобиль который проехал на красный на полной скорости если бы я не сделал эту паузу водитель лишился бы кабины а я превратился бы в лепешку я определенно задумался о том что каждый из нас смерти история номер пять моя мама умерла 13 лет назад четыре года назад отец отправился в аризону со своей новой девушкой он сказал что смотрел телевизор и в этот момент в отеле зазвонил телефон он ответил а на другом конце провода был голос моей мамы я в порядке произнес голос затем связь испортилась и голос вновь заговорил передайте хитр это мое имя что я в порядке папа сразу же позвонил мне хотя было поздно он плакал он не верит в сверхъестественное но до сих пор не может объяснить этот звонок история номер шесть три дня назад я разговаривал с отцом и он рассказал мне о своей университетской жизни мой папа родился в бедной семье у него было очень тяжелое детство и ходил он в худшую школу в нашем городе когда пришло время поступать в университет дедушка скончался оставив отца за главного того кто должен был заботиться об остальной части семьи поскольку он был старшим он ошибался и принял серьезное решение из-за неправильных советах людей и поделился что до сих пор об этом жалеет университетские курсы велись на английском наш второй язык которого папа не знал он сказал мне что это были самые мрачные времена его жизни он хотел сбежать и даже думал покончить собой совсем недавно в возрасте 55 лет он получил степень магистра в области английской литературы и сказал мне что не знал что это когда-нибудь станет возможным на следующее утро отцу пришлось поехать в родной город там жили его дальние родственники которые испытывали финансовые трудности а папа по доброте душевный хотел им помочь город находился в трех часах езды обычно он пользовался общественным транспортом но на этот раз поехал своим ходом мама не на шутку разволновалась поэтому мы решили звонить ему каждый час когда я позвонила он сказал мне подождать и припарковался в соседнем ресторане который проходил контрольно-пропускной пункт для грузовиков не знаю что на меня нашло но я начала плакать и говорила ему как им горжусь я говорила и говорила продолжая убеждать его что он не не какой-то неполноценный потому что это не так он был замечательным отцом и отличным человеком на которого можно было равняться в ответ папа тоже начал плакать и сказал мне что поговорить со мной когда вернется что ж он вернулся просто обнял меня и рассказал как в 30 лет назад он был в том же городе в гостях у тех же родственников и сидел в автобусе который остановился на заправочной станции там он позвонил своей маме но на другом конце трубки услышал мой голос я говорила ему то же самое что сказала вчера в тот день он так и не позвонил своей маме моей бабушки а просто стоял и плакал по его словам мой голос дал ему силы продолжить работу вчера он понял чей именно это был голос теперь родители воспринимает это как знак от который был дан богом и который помог отцу в момент когда он был уверен что рядом никого нет история номер семь мой отец каждый день пил из одной и той же черной чашки однажды он наил воду в другую белую чашку я спросил его почему он решил сменить кружку на что он ответил что всегда ей пользовался не поверите я провел опрос среди других членов семьи и все они сказали тоже самое история номер восемь это произошло прошлой ночью я работаю в сети азс мы находимся за пределами большого пригорода нельзя сказать что в глуши напротив редко бывает чтобы к нам не заглядывали автомобили несколько часов подряд было слегка за полночь учитывая обстановку в сша такое время были открыты заправки некоторые бары так что вечер проходил очень медленно я был единственным в магазине когда к нему подъехала машина нее были двусторонние шины сам автомобиль был вполне стандартный 4 дверчатые я не очень разбираюсь в марках но знаю точно одном машина была чуть лучше автомобиля высшего среднего класса которому было всего несколько лет из машины вышла женщина и подошла к нашей двери на лице читалось изумление выглядела она так будто только что увидела призрака она шла потом как бы замерла у двери на секунду взглядываясь внутрь прежде чем войти она ничего не искала не делала покупки а просто стояла казалось что она собирается стоять так целую вечность опять же бары были открыты поэтому я подумал что возможно она немного пьяна и у нее тяжелая ночь поэтому я сказал добро пожаловать на заправочную станцию дайте знать если вам понадобится помощь наконец она меня заметила и сходу задала самый странный вопрос который мне когда-либо задавали на работе вы что можете меня видеть да ответил я а что тут еще скажешь внезапно она расплакалась прямо посреди моего магазина поэтому я вышел из-за прилавка чтобы посмотреть что случилось я взял мобильник на случай если мне понадобится позвонить полицию или что-нибудь линии сделать я попросил ее присесть дал бутылку воды и после того как она немного перевела дыхание она сказала я думала что я умерла я снова подумал что может быть она в чем-то замешана но это была женщина средних лет которая выглядела как обычная домохозяйка из пригорода у нас очень скучный городок даже нет наркоманов которых можно было найти ближе к крупным городам она поинтересовалась может ли позвонить своему мужу чтобы он ее забрал у нее был свой телефон она сделал звонок особо ничего не объясняя лишь сказав где она и попросив ее забрать конце концов после нескольких минут молчания она начала свой рассказ я возвращалась домой с ужина с коллегами и когда пересекла перекресток в меня врезался грузовик который проехал на красные она сказала что ясно помнит как ее машина вырезалась в столб взлетела в воздух а потом пустота я попытался успокоить ее дав понять что ее машина стоит на улице и выглядит абсолютно нормально но она уверяла что потеряла сознание потом проснулась в машине скорой помощи на долю секунды и снова впала в беспамятство а затем очнулась в своем авто на перекрест ожидая смены красного цвета все это так ее напугало что она подъехала к ближайшему открытому месту чтобы просто выйти из машины в конце концов за ней приехал муж он спросил знаю ли я что случилось и хотя она вроде как объяснила мне я просто пожал плечами потому что я и правда не знал что происходит она не хотя села на пассажирское сидение машины и они уехали домой я дорабатывал смену пытаясь осмыслить чего именно я стал свидетелем с вами был белогор оставляйте свои комментарии по этому поводу что вы думаете также оставляйте свои истории которые произошли с вами подписывайтесь на канал всем спасибо и пока спасибо спасибо